Расскажи, будь ласка, чем ты занимался до того, как заснував такую серьезную компанию у нас в Украине? До того я занимался продажей автомобилей, трейдерством автомобилями в Америке и последнее мое занятие это я занимался арендой автомобилей, а именно А как тебя занесло до Америки? Слишком весело было тут вести бизнес, когда Янукович был Слишком, наверное, я устал от маски шоу забегающих в офис и сотрудники устали, и пришлось проще было закрыть бизнес, чем его продолжать А тебе там были знакомые? Определенные, конечно, были знакомые, потому что я работал с ними то есть покупал автомобили, привозил их сюда, привозил их в другие страны то есть в принципе моя задача была много лет, это брокерство автомобилями потом я уехал в Америку, то есть я их покупал, продавал большими объемами с аукциона на аукцион, то есть я смотрел как акции, смотришь когда они проседают, ты их покупаешь когда они растут, ты их продаешь Потом случился ураган Сэнди и большая часть капитала уплыла Вместе с Урованом А лишь страховка была? Да, страховка, но страховка не покрывала на бизнес, если это стихийное бедствие Ну и не могла покрыть, потому что страховые компании там многие просто разорились, потому что, например, в этом урагане утонуло там, по-моему, 12 тысяч Nissan Leaf То есть порт весь затопило и все и какая страховая вывезет такие потери, этого просто нет В общем, потом, естественно, восстановиться было тяжело и рынка не было потому что весь рынок стал на полтора года из-за того, что разгребали утопленные автомобили Затем появилась такая, скажем, подсказка от товарища Он занимался ориентовочным бизнесом в Майами А я посмотрел, он подсказывал мне постоянно И я открыл ориентовочный бизнес на Гавайях увидя, что расходы 20 долларов на час на сотрудников и операционные расходы просто колоссальные Оказалось проще сделать небольшую технологическую штуковину Тогда еще так мобильные приложения не были развиты, как сейчас То есть технологическая штуковина заключалась в чем? Карточка от паркинга крепится к ключам автомобиля Заключается контракт с гостиницей Каждая гостиница имеет 4 этажа своего паркинга Отдается на консьер серверс На выезде ставятся 4 камеры И в принципе все автоматизируется И каршеринг в пункт А в пункт А То есть ты берешь, едешь на водопады Проехался, вернулся Оплатил там допустим 100 долларов за 2 часа И таким образом Когда у меня выросло до 110 автомобилей Такая компания То У компаний, которые там А это Гонолулу И Я работал в район Вайкики И там получается ситуация такая на Гавайях Что там парковаться в принципе негде И Рентовочные компании От этих 100 машин Начали полтысячи в сутки загрузку терять И Естественно В Америке это работает так А ты мешаешь конкуренту Сильный конкурент и так далее Проще тебя купить Вот Ну и компания решила купить Потом я немножко у них Поработал в отделе инноваций То есть Моя задача была со всеми ходить Поговорить и подсказать Как делать А там они уже решают сами Делать или не делать Вот они платили мне там полгода 100 долларов на час Просто из-за того что я ходил и болтал с ними Ну непогано Было приятно Ну учитывая что уже там 5 миллионов было То не было Ну такой Не в деньях был интерес Просто интересно было тусоваться Плюс атмосфера Гавайи Да А им интересно было Потому что Нужно было Так скажем Придержать Возле себя Хотя был и NDA То есть Подписано соглашение Что я не занимаюсь больше арендным бизнесом Без них Либо с ними Без них нет То есть Это Ну такой подход в Америке есть Чтобы Не сильно их Этот самый И все И потом И чему ты властно вы решил повернуть себя И потом Я посмотрел Вот 14-й год Это Было все так менялось В ютубе Там кишило Разными изменениями Что все 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 хорошо Как то совпали звезды То есть в ютубе Там куча всяких там изменений В стране Там революции Все Вот этот революционный дух Он доносился везде Даже нормально Через интернет Затем Появилось что Ну параллельно я начал увлекаться Электромобилями То есть Бездельничать И Пить пиноколаду На пляже Просто в какой-то момент Надоедает Потом Когда ты Тут и вот ты был так занят А потом ты хоп И вообще никому Никто тебе не звонит Никто тебе не нужен Никто не Тебя не мучает Что там в ДТП машина попала И так далее То есть ты ничего не делаешь Вот никому не нужен Это для меня было конечно Определенным стрессом Я даже взгрустнул То есть я понимал Что этих денег Никогда эта компания Не принесет Но тем не менее Вот Ну не суть И Я посмотрел Что я бесполезно Там покупаю Там Купил себе несколько Там Лакшери автомобилей Некоторые поменял Трейдин Балдею Болтаюсь Это не приносит на самом деле Долго Ну больше месяца Это все Идеи особых не было А потом Увлекся Там Жизнь Илона Маска И вот Потому Хотелось Подражать И все Хотелось подражать Просто Подражание мое закончилось На маленьком Это привозить электромобиль В Украину Это все мое подражание Да И Стройными рядами Поехали сюда Электромобили Ну а естественно Сколько лет ты уже на рынке В Украине С 14 года Да и вообще 14 года пошли электромобили в Украину До того их Ну вот я первый регистрировал И В МРЭО на меня смотрели квадратными глазами У нас нету ни электродвигателя Понятия ничего То есть это заняло там по-моему Неделя или две Первая регистрация Это был квест определенный Мы ее сделали И Радостно поехали Электромобили Сейчас мы их видим повсеместно Но Суть какая Я замечал что Ну невозможно Но вот Суть в том что Невозможно пользоваться Электромобилем Если ты ночью его не зарядил Ну днем Да заряжать Где-то на супермаркете Даже на скоростной зарядке Никто не будет Ну это не актуально вообще Затем Интересно был факт Что рынок был настолько сырой Я начал искать всех Именитых брендов Зарядные станции И устанавливать Покупать и устанавливать Накопивший определенный Пул этих станций И опыт что они в принципе Все не работают качественно Неважно это бренд Айбби Или Сименс Или кто-то еще Я понял что Есть ниша определенная И затем Просто повезло Наверное больше совпало Что Одна инжиниринговая компания Предложила там Начать эти разработки И Потихонечку пробовали Разрабатывать То есть Пошло тестовое задание А потом в итоге Эту компанию Мы приобрели И В принципе Вот Начали разрабатывать Уже набрали Серьезный штат инженеров Программистов И так далее То есть на сегодня Мы есть номер один В мире По Софту Если брать Вот Шаг за шагом Сравнивать Параметры То есть Железо Это Платы Сборка и так далее Номер один И ценник Что касается Софта внутри железа Это отдельная История Тоже Номер один У нас есть инновационные Вещи Которые Вин идентификация автомобиля Ну кто мог подумать Когда я начинал Или Чем думали Производители Когда они просто Не заложили идентификацию От машины Когда ты уже общаешься Со станцией То есть У тебя есть протокол У тебя все есть И не закладываешь При этом нам пришлось Это дорабатывать И Ну так скажем Исправили косяк Аминитых брендов Теперь это удобно Ты просто вот Ну вон заряжает Ну вот И в принципе На сегодня мы номер один В мире По Всем параметрам Что касается Зарядных станций Кроме параметра Мы на четвертом месте Это по количеству Которые Наших станций Произведенных Установлено в мире И А по всем остальным параметрам Инновации Технологии Там Ценник Вот все параметры А дизайн Мы на втором месте После Почему то ChargePoint Оказался лучший дизайн Там была Вот выставка инноваций И мы там участвовали Ну Если брать Вот На нашем сайте Выставлено В открытом доступе Количество Киловатт Которые Наша только инфраструктура Прокачивает А это наверное Это От публичной инфраструктуры 95% Да Ну Она Не вся наша Мы производим оборудование Не имею ввиду наше оборудование И На сегодня Получается Такая история Что Заряжаются люди Там где-то процентов 50 дома Процентов 50 На публичной инфраструктуре Поэтому На сегодня Где-то Может быть 15 миллионов Киловатт В Украине Заправлено В эти электромобили Значит Один в двум Соотношение С бензином То есть 7,5 миллионов Литров Мы не сожгли В атмосферу Я считаю Это прелестненько На сегодня Рынок 60 На прошлый год Шестьдесят три тысячи Везенных Автомобилей Что Показывает Что Салоны уменьшают Количество Моделей Если этот То есть При нашем рынке Ну У нас въезжает Из этого Там В год Сейчас Три тысячи То есть Это Это Выше Мирового Ну Просто У нас такой Рынок Давайте В объеме Да В объеме Это прекрасно На сегодня Лучше Чем у других На сегодня Мы готовим Уже сделали Продукт Который Позволяет Удаленно управлять Автомобилем Полноценно Ну кроме того Чтобы поехать Чтобы не было Карапокалипсиса Да именно Да и исполнительного Механизма Не во всех машинах Есть рулевого Чтобы поехала Она сама Ну вперед Может наверное Ставится модем Автомобиль Чтобы все Пользователи Смогли Удаленно Его прогревать Там Как вот Только с любого места Затем История такая Что все Электромобили Первого выпуска Они все были Там 150 км Деградация батареи Привела к 100 А в холод это 70 То бишь допустим Использовать его В такси Или на постоянке Ну иногда Может быть Если у тебя в пунктах Не везде Зарядная станция Слегка усложнено И дискомфортно Но Это редкий дискомфорт Он может быть Это Точная история Для таких автомобилей Но Все электромобилисты Они люди Которые сумели Посчитать свои деньги Сколько они сэкономят На бензине То есть Когда наступит момент Этот момент Наступит Наверное В середине лета Наступит момент Что Вот они знают Что опять придет зима И уже машина не сильно годится Они готовы покупать новую машину С готовностью покупать Новый автомобиль У них будет два пути Продать этот Ну Там Не знаю До 10 тысяч А жалко Если ты покупал его за 12 Окей Второй вариант Это Имея этот модем Уже на борту У нас есть Бизнес скрипт То есть Ты берешь свой телефон Прямо с приложения По зарядкам Нажимаешь кнопку Конвертануть В каршеринг У тебя появляется Кредитка Знаешь Такой Силуэт автомобиля Ты Фотографируешь его С четырех сторон Сфотографировал Нажал кнопку Окей Вперед Все Машина вышла в онлайн И Автомобиль можно использовать В каршеринге Люди которые используют Автомобиль в каршеринге Оно проверено и так далее Ты видишь Загрузку своего автомобиля Ты видишь Сколько он приносит И по нашим расчетам При том Что будешь Полноценно пользоваться Автомобилем Как которым ты пользуешься Который у тебя сейчас стоит Перед Этот самый То есть ты будешь разными Только пользоваться У тебя получается Плюс 500 долларов От тех кто Не пользуется То есть 2 гривны минута всего Пример Если на такси ехать сейчас Там Ну в любую там точку Допустим Ну куда возьмем Ну там 10 километров сейчас проехать В любую точку Это займет где-то приблизительно До 30 минут 30 минут Это максимум Сейчас в нашем городе 30 минут это 60 гривен в каршеринге Если мы берем 10 километров На то что сейчас С прогревом автомобиля Это будет там 12 литров Даже того же газа То ты потратишь там 20 гривен Только на топливо А Трябл О 20 21 22 22 29 50